Всем доброе утро! Я попала в понедельную рабочую суету. Мне это очень нравится. Сегодня у меня, по идее, первый рабочий день. Я выхожу на пробный период, но тем не менее, я, знаете, очень воодушевлена. Я даже не спала практически, потому что я боялась. Вдруг я просплю, у меня будильник был заведён на 5.40. Потому что встреча у нас с девочкой в 8.30, и я иду на точку работать. Я хотела приехать пораньше, чтобы у меня было больше времени всё поснимать до ухода на Хиллз. Вот, знаете, что я уже вчера план подготовила, контент-план, поэтому всё должно быть хорошо. Я больше даже переживаю не за то, как я там сделаю фотографии, видео и прочее, за то, чтобы нормально сконтачиваться с девочками, которые там работают, чтобы нам было вместе легко. Вот, и тогда всё будет вообще классно. Мне кажется, сегодня будет очень жарко. Ну, как бы... А в топе было бы утром холодно. На улице, кстати, вообще обалденно. Людей здесь мало. Ну, их много там в маршрутках. А так, как бы, вообще, такая благодать. Я обожаю утренний город, но выхожу именно в раннее утро в город так редко. Это так было, когда я на пробежку ходила. Но, знаете, сама пробежка угнетала, а тут я как бы иду и кайфую. Супер. Прохладно, птички поют, зелена. Идеально. Я успела вовремя подойти туда, куда мне нужно было. Просто я должна была поехать на другой маршрутке, по другой улице. А у нас все маршрутки перестали нормально ездить. То есть, если бы я ее ждала, я бы точно опоздала. Я опоздала бы не на пять минут. Поэтому пришлось ехать по проспекту, спускаться вниз. Там водитель хороший попался, рассказал мне, что, скорее всего, да, не дождусь я. И даже деньги у меня не брал там до определенной остановки. Думал меня, если что, пересадить такой добрый мужчина, знаете, отзывчивый. Редко таких водителей маршруток встретишь. Ну, все. Буквально часа два, наверное, мне понадобилось для того, чтобы снять все, что я хотела. Я только что недоснимала некоторые тиктоки, потому что там для них нужен и коктейль еще один, и инвентарь. Вот. Но я поговорила с ребятами, думаю, снимем такое в следующий раз. Хорошие все люди, ну, то есть, такие контактные, нормальные. А то, знаете, ну, это было для меня самым таким вот переживательным моментом. Но мне понравилось. Это реально очень интересно. Ну, и плюс, работать с таким товаром, который ты сам любишь, и который, ну, сам по себе интересен и любим многим, это здорово. Правда, очень жарко. Что-то прям капец. А тут у нас на радуге прям подпекает, солнце жарит очень сильно. Я сейчас дохилс хочу где-то посидеть, что-нибудь поесть. Вот. И, наверное, за это время уже повыкладываю какой-нибудь контент на страничку. Мы тикток как два очень смешных сняли, и мы пока снимали тоже смеялись. Ну, тикток — это просто сила. Там такие шутки классные. Рада, что как бы первый день такой получился. Ну, продуктивный, можно сказать. У меня в обед завтрак. Я шокшоку заказала. Я, кстати, никогда не ела, представьте. Буду пробовать. И коктейль взяла молочный-шоколадный. Но вот эта подача, конечно, мне не очень нравится такое. Ну, мне весь витя выливается, все эти сливки выливаются. Одна зрительница мне давненько писала, говорила, что живёт вообще в Германии и хочет мне передать подарок из моего виш-листа, что я очень давно хотела. Я понятия не имею, что в этой коробке. И мне также будет интересно открыть её, как и Моне, и вам. Поэтому давайте посмотрим, что здесь. Хочу сказать, что сегодня я себе сама вынесла мозг, если честно. Я вроде бы наделала много всего, а потом включилась у меня вот эта натура, что это не то, то не то, здесь не так, это не совместить. Боже, это какой-то кошмар. Настолько замороченный человек. Я заморочена со своим инстаграмом. Ну и представьте теперь, когда ты делаешь инстаграм для какой-то фирмы. Ну и ничего, я буду бороться с этим чувством, потому что никогда ты не будешь доволена 100%. Боже, что это? Господи, что это? Пакет ГЭС. Я такая сразу ГЭС. Так, это, наверное, просто пакетик ГЭС. Такая женщина красивая. Что это? Ах ты, ёберный театр! Мона! Это худший подарок! Кто это вообще? Вот это? Об этом я мечтала! Боже! Блин, знаете, я как чувствовала? Хорошо, что я не дала свой номер. Когда мне пишут люди совсем незнакомые, вот незнакомые какие-то зрители, и там хотят прислать какой-то подарок, а им же надо прислать на новую почту, и там нужен как бы номер телефона. Я здесь не дала, вот как чуйка была. Я понимаю, что сейчас кто-то поржёт, но у меня сегодня никто настаёт не ошибся этого ржать, потому что я реально очень загружена, очень устала, и это просто показатель ума человека. Спасибо за то, что уделили внимание, потратили деньги. Как тебе подарок, Мон? Будешь уграться? Фу, люди такие есть ужасные, конечно. Ну, что поделать? Хотя, знаете, я потом призадумалась. Если она реально из Германии, то, в принципе, всё понятно. Тогда всё понятно. Мон, ну зато тебе есть коробочка, да, зайка? Посидишь коробочки. Помню, когда-то мне какие-то тоже хейтеры, она заказывали там в секшопе кучу всего товара на большую сумму, мне потом оттуда звонили, спрашивали, действительно ли я заказала. Я говорю, нет, конечно. Пока-пока. Присылайте ещё. Я созвонилась с мамой по поводу этого гениального подарка, она говорит, а что, если тебе его на полном серьёзе прислали? Ну, типа, много же людей пользуются таким на полном серьёзе. Ну, просто я это так не воспринимаю, потому что чужим людям такие подарки не дарят на полном серьёзе. Так могут поприкалываться друзья, чтобы, ну, человек, которому это дарит, посмеялся. А от зрителей некоторых это, ну, мне кажется, хейт. Ну, я это так воспринимаю. Я думаю, я права. Вот, поэтому... Может быть, я его зря выкинула? Может, кому-то надо было подарить или продать? Ну, типа, сейчас серьёзно. Ну, может, кому-то это надо? Наверное, это просто дорогая штука. Я не думала, что это дёшево, но лучше, наверное, не надо. Мало ли, что человек с этой штукой делал, да? На самом деле, всё это мерзко. Мон, что ты как бочка сидишь? Мона! Мона! Что за пицуха там у тебя? А я поставила вот эту курицу запекать. А дома вообще ничего нет. Это хорошо, что эту курицу купила, замаринованную, сельпо, которое вишнёвым маринаде. Её надо запекать, типа, час при 180. Должна быть, наверное, очень вкусная. Подрезала розу, себе немного листьев убрала. Очень красивая роза. Кульшось меня радует. Курица очень красивая и очень вкусная. Но, правда, когда я её доставала, она у меня вся развалилась, потому что я её даже переготовила, похоже. Я вот выложила себе кусочек мяса, винограда, шпината. Я просто больше ничего не хотела готовить. Я просто хотела мясо поесть. Реально хороший маринад. Я надеюсь, что это не какую-то там дохлую курицу замариновали, чтобы запахи убить и всё такое. Но всё-таки на шарябе вроде бы должно быть всё нормально. Настроение печенья без сахара и гора чая. А ещё, друзья, вот этим я буду весь вечер заниматься. Ещё у меня куча идей появилась в плане контента. Надо, наверное, пойти и быстренько всё это записать в блокнот, потому что я просто-напросто забуду. И то из того, что я писала, я как бы сделала всё. А потом в итоге, когда на всё это смотришь, ты понимаешь, что... Ну, нет. Ну, типа, оно не так, как я себе в голове думала. То есть поэтому нужно ещё больше идей и ещё больше их всех воплощать в жизнь. Кому-то вчера жалко её было, что она, типа, плакала на фоне, я её даже на руки не взяла. Так вот я её беру на руки. Или вот я её беру на руки. Она начинает возмущаться и уходить, когда у неё вот это вот мыть её. Она просто играть. Блин, ну ладно, надо тебя почухать. Я сейчас вообще настолько вот увлеклась процессом и всем на свете, что ни новости не читаю, ничего. Я сейчас смотрю, какая-то надо бы столько по всей Украине. Думаю, ну боже, что происходит? Блин, ну когда чем-то увлекаешься, либо что-то там с головой уходишь, всё, мир как будто бы вокруг перестаёт существовать. Да, мой? Ну вот, ну как-то надо учиться всё совмещать, потому что я так могу со своими идеями и Ютуб подзабросить. Но я Ютуб подзабрасывать не буду, сфигеть. Ну, мама, ну не уходи. Боже, всё шеешься, что ты так полиняла? Вот. И хотела сказать, что завтра придёт очень классный топ. Очень необычный. И я уверена, что многие скажут, что это уже прости господи. Ну, короче, помните, мне зрительница одна из Рики Хай прислала топ, который был на завязках сбоку. Я поняла, что он не очень практичный, и он просвечивал, и мы договорились, что если мне не нравится, я вернусь, закажу какой-то другой. Я заказала, но не у Рики Хай, а у Кипстайл, очень известного нашего украинского бренда, с такими необычными вещами. Там я и доплачу, короче, за этот топ. Ну, он просто идеально мне по размеру груди, то есть там вообще практически размер не требуется. И он конкретно идёт бра, то есть он даже не совсем топ, он как, знаете, как лифчик. Очень прикольно выглядит, необычно. И его можно будет летом уже носить просто с брюхами, там, шортами, с юбкой, просто вот такой вверх. Или же накидывать ещё рубашку. Мне вообще нравится сейчас, конечно, современная мода на такие топы, на топы лифы, на эти бандоны, всё, потому что, если там фигура позволяет, и любите такое, это очень прикольно смотрится, это очень как-то интересно. Этих топов такое множество. Они всё-таки необычные. Можно и на рубашку, и под рубашку, и как только их можно не обыгрывать, интересно. И ещё придёт посылочка у нас с евромагазинчика, вы знаете, что к нам частенько приезжают такие посылки, я её тоже очень жду. Это, знаете, посылка будет бальзам на душу после сегодняшней. Если бы ещё не интересовались такие штуки, я была бы рада. Ну, блин, лучше бы деньги просто прислали. Просто деньгами. Зачем мне это надо было? А с другой стороны, кому я там рассказывала, маме, Лёше, ещё там, смотрите, перебисывала, все поржали. Ну, вообще, это реально смешно, просто что, я же говорю, сегодня была немного не в духе из-за своих размышлений, критики себя, что я аж не оценила юмор. Но ничего. Ничего. Всё, друзья, сегодня коротенький влог, сегодня реально всё такая в делах, сегодня первый был рабочий день, я прям очень-очень довольна. Я не могу поверить, что это всё происходит, и хочется, чтобы у меня всё получилось, поэтому я буду рада вашей поддержке. Вот, и как бы всё. Увидимся с вами очень скоро, берегите себя. Пока.